Ещё раз всех приветствую! Ну что ж, сегодня продолжаем с рубрикой «Умеет ли?» И сегодня у нас на очереди господин Герри Кинг из группы Slayer. Напомню для тех, кто впервые с этой рубрикой сталкивается, что здесь мы обсуждаем именно только гитарную игру. То есть мы не обсуждаем здесь какие-то вещи, которые субъективны. Кому-то нравится какой-то риф, как он там придуман, кому-то не нравится. Кому-то нравится борода длинная, кому-то короткая, кому-то ногти накрашенные, как у Лайха, у Хэммета, кому-то нет и так далее. Мы это здесь не обсуждаем, это можно в комментах пообсуждать, но это всё вещи субъективные. Кому-то нравится, кому-то нет. Мы здесь обсуждаем именно владение инструментом по объективным параметрам. И эти параметры, естественно, придумал не я, это просто стандарт от самых топовых гитаристов. В том же самом металле, допустим, реально топовый гитарист в плане игры, это Джефф Уотерс из группы «Ангелятор». Я не знаю, есть смысл показать всё вам в рубрике «Умеет ли?» Потому что это будет не смешно, это просто будет круто, когда гитарист играет круто. И поэтому, я думаю, просмотра будет мало, просто никакого хайпа, здорово и здорово. Стараюсь брать именно подавляющее большинство в рубрику «Умеет ли?» Таких гитаристов, которые типа мега известны, но на практике в плане игры совсем уж совсем не сложились. Ну вот, поэтому, естественно, мы меряем по таким линейкам, которые задают топовые гитаристы. Плюс, опять же, я поскольку занимаюсь очень давно преподаванием гитары, то все эти вот ошибки, всякие фонящие струны, черкотня, возня и прочая жёбаная атака, я всё это вижу у новичков, которые приходят каждый день, и всё это стандартно. Это не какой-то почерк индивидуальный, не какая-то там крутотень и прочее, это просто обычные новичковые ошибки. То есть, опять же, я уже много раз приводил пример по иностранной языке, но здесь то же самое. То есть, когда новички начинают учить, у них тоже кривой акцент одинаковый, одни и те же ошибки там во временах, вот поэтому здесь всё то же самое. А потом, когда человек уже, допустим, освол хорошо какую-то вещь, тот же самый язык, он может как-то говорить с какими-то интересными особенностями, какой-то сленг использовать и так далее. То же самое с гитарой. Пока нету базы, о каком-то почерке своём говорить, конечно, не приходится. Всё, давайте смотреть Кири Кинга, может он что-то на гитаре сыграть или не может. Погнали! Итак, первый видос просто максимально идеальный. Это урок трезв, разыгран, готов учить. Давайте посмотрим. Во, опять же, риф сейчас анонсирован как супер-изи. То есть, когда риф супер-изи, человек должен просто шмальнуть убойно. Посмотрим. Так, ну, я думаю, что, опять же, постоянно зрительный канал понимает, что здесь практически нет живого места. То есть, о какой-то атаке, о высекании, о гвоздях вообще говорить не приходится. То есть, то, что он делает, это вот, это можно назвать, ну, в лучшем случае, чисткой рыбы. Но никак не игра на гитаре. То есть, это просто вот жалкий такой скоблёж. Очень вялые в плане гитары ручки. То есть, может он, допустим, может штанги какие-то поднять, которые, допустим, я не подниму. Но в плане гитары руки у него очень и очень слабенькие. Прямо вот совсем. То есть, резкости по нулям. Рассинхрон. Давайте посмотрим более детально. С самого начала. Первый же квинту сразу не попал. То есть, перед ней обфонился и получился рассинхронный. Во-первых, он прижимает её не теми пальцами, но это даже ладно, сейчас не будем обсуждать. То есть, не смог взять обычную квинту, чтобы она у него стрельнула. То есть, опять же, как вот есть такая тема, да, что там мужчина должен дом вырастить, дом построить. Ну, в общем, неважно, есть такой как бы стереотип. Вот я считаю, что мужчина-гитарист, который играет рок-метал, должен, ну, хотя бы одну квинту научиться брать. Всё, что мы до этого видели, ну, почти всё умеет Ли, никто не может даже одну квинту, даже по открытым струнам взять нормально. То же самое здесь. То есть, куча ненужной немузыкальной информации, фон, срач и так далее. И, опять же, вот те, кто смотрит, допустим, у меня новички и гитаристы такие слабоиграющие, можете почувствовать себя керрикингом. Взять сейчас гитару и пытаться взять квинту. Я вас уверяю, что просто взять её нормально, чтобы она у вас стрельнула, придётся заморочиться. Иначе будет, вот, пожалуйста, керрикинг. Дальше. Слайды все еле живые. Что он там играл? Всё. То есть, надо сыграть. Чтобы оно было резко мощно. И, допустим, капа шестой. Вот нормальная подача. И вот это вот чистка рыбы. То есть, как бы гитарист себе не делал мега-татуировки, какую бы он злую футболку не одевал, если у него не поставлены руки, зла для музыканта всё равно не будет. То есть, опять же, можно обмануть просто массового слушателя, который думает, вау, такой мужик сидит там, что-то жужжит. Но когда у вас есть хотя бы уже базовое понимание игре на гитаре, вас уже не обманешь. Вот такой вот шелухой, типа. Вот он, нормальный плотняк. Дальше он пытался полезть там, по-моему, на пинтус фаш. Сейчас посмотрим. По ритму, опять же, то есть, те места, которые быстрее, точнее, которые проще, он пытается быстрее проскакивать, те, которые труднее замедляется. То есть, ритма здесь нет вообще. То есть, там должно быть по ритму. Вот уже появляется какой-то биток. А там вот то, что всё это, ну, опять же, вы слышите сами. Здесь он попытался сделать паузу, типа. Но не смог. То есть, всё тоже. Всё обманилось, пальцы неправильно поднимаются, право не вовремя глушит. И, в общем, беда. То есть, опять же, простейшую остановку из двух нот. Он сделать не может, не получается. То есть, в итоге всё растекается, как будто человек вот воду несёт, всё проливается и всё. То есть, простейшую базовую вещь, чтобы звучать зло. Не как жижа какая-то, а именно реально, чтобы прям всё рвало, мочило. Нет, в руках этого нету. Здесь, опять же, отлетает указательный палец. Начинает всё фонить. Сами квинты у него разъезжаются на две ноты. Вот такие вот. То есть, вот она, получается, чистка рыбы. А должно быть. То есть, вот, чтобы квинта прям рычала, чтобы гитара раскрывалась, чтобы селок раскрывался. Вот. Вваливай. То есть, не нужно. И потом, опять же, когда по шестой. Усыпляющая хрень получается. То есть, вот. Да, это уже месяца нормально. Как так? Всё, это слушать невозможно дальше. Давайте посмотрим другой видос. То есть, может быть, он там подучился, не подучился. Вот здесь какой-то видос сейчас. А, я так понимаю, что он говорит, что здесь просто ничего нету, как бы, между усилком и, соответственно, гитарой. Давайте посмотрим. То есть, опять же, квинта вот такая и ни разу, подчёркиваю, ни одного разу не смог заглушить нормально без индюков. Ни разу. Всё время. То есть, такие вещи играются. Если ты весь такой брутальный металист, огромный, сзади куча маршалов, суперзлые, острые гитары, ну, квинту-то нужно уметь глушить, чтобы она обрывалась резко. Так умеет любой. То есть, опять же, можно бабушку с улицы выдернуть, сказать, бабушка, сыграйте, пожалуйста, вот квинту с глушением. Она сыграет там так. То есть, бабушка в базе не сможет сыграть нормально. И любой новичок не сможет. И вот то же самое. То же самое. Опять же, это вот объяснение, что у новичков ошибки все одинаковые. Вот, пожалуйста, он работает. Для ним третий видос. Мало ли что, вдруг, для статистики. Ну, здесь я даже не буду комментировать. Здесь, поэтаж, это просто вот обычный новичок, который играет на гитаре два месяца, пришел выбирать себе первую гитару, его включили, продавцы все ушли в панике, потому что сейчас будет дичь твориться, и человек просто там. Ковыряет, что вспомнит. Ну вот, господа, комментируйте. Я думаю, здесь добавить нечего. Какие-то оправдания в плане игры, что типа вот он там расслабился, показывал медленно, не работают. Нет. То есть, вам может нравиться группа, вам может нравиться выбор нот, как построенный риф и еще какие-то вещи. Но, объективно, без каких-либо сомнений, без но, без зато, без всего, человек на гитаре играет очень плохо. То есть, уровень владения инструментом, я думаю, что, может быть, я в конце в Мейтли буду вводить такую, типа, там, не знаю, оценочную шкалу, или просто оценку по времени. Примерно 4-5 месяцев с нуля таких занятий не плотненьких, а так, типа, там, кто позанимался, кто нет. О каком-то профессионализме говорить не приходится никак. Все. В общем, подписывайтесь, лайкуйтесь, нравится рубрику Мейтли, и обязательно смотрите уроки, на канале их более чем 90, чтобы, не дай бог, вот так вот не играть, потому что это, конечно, гитарный стыд и позор. Все. Спасибо за поддержку. Напомню, что здесь всегда только правда багряной гитаре, поэтому обязательно подписывайтесь. Скоро у нас 100 тысяч. И все. Всем спасибо. Пока.